Всем привет! Сегодня посмотрим за реакцией карасей на настойку валерьяны. К сожалению, карвалол я не взял с собой на водоем, поэтому в естественной среде я его не испытывал. Но как бонус, я вам покажу реакцию на карвалол и валерьяну в аквариуме, чтобы вы имели возможность сравнить в реальных условиях, как это действует вещество. Вот валерьяна у нас. Обматываем гайку ватой, пару капель, опускаем водоем. Карасей начинает активизироваться, выходит из укрытия. Некоторые ищут корм на дне, некоторые утыкаются ртами в кусочек ваты и спокойно уплывают. Карвалол читал, кстати, комментарий о том, что люди мокают червя на стойку валерьяны и карась оживает. Активизируется клев у них, когда у остальных ни одной поклевки нету. Поэтому просьба, пишите в комментарии свой положительный опыт, свой негативный опыт. Не жадничайте. Процедура та же. Упустили и смотрим. Стайка карасей появляется, ищут корм. Та же реакция, некоторые утыкаются ртом. Практически одинаковые. Вот они. Шесть сторон. Искал я другой водоем. Вернее, не искал, приехал в надежде на то, что карцинка будет более четче, презентабельнее. Но, к сожалению, как и в видео с чесноком. Но этого будет достаточно, чтобы увидеть реакцию карасей. Все тоже. Приходят караси. Кто-то одна. Кто-то подплывает, утыкается вату. Вот они так же спокойно, размеренно, как в акваре, выплавят. Все видите сами. И уходят. Как в предыдущих видео. Но вот следующее, то, что я увидел, просматриваю видео, меня поверло в легкий такой ступор. Я бы даже сказал, такой вот легкий шок. Потому что меня это удивило. Вы сейчас сами все увидите. Это караси, у которого нет нижней челюсти. Я снимал видео около 20 минут. За эти 20 минут он около пяти раз возвращался. И не просто крутился на дне, а утыкался в эту вату. Как раненый боец, которому требуется переразочный материал, медикаменты. Он приходил и приходил. Жутко осознавать о том, что есть такие травмы. Что эта рыба мучительно как-то проживает. Но это естественность. Это естественная среда. Что здесь поделать? Мне вначале мелькнула в миссии о том, что это, возможно, что-то поток резко. Оторвал ему нижнюю шелюсть. Но, скорее всего, по характеру травмы, мне кажется, что здесь поучаствовала. Либо норка, андатра, может птица какая-то, там мерцапля, чайка. Что поделать? Это жизнь. И побеждает сильнейший. Жутко, правда? А жутко потому, что открыта ротовая полость у этого крыса. Хочу вам сказать, он вас всех запомнил. Ха-ха-ха. В следующих видео будет реакция на медикаменты. Пройдемся по ним, по вашим заявкам. Поэтому не пропустите интересное. Подписывайтесь, кто не подписался. Что увидите. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...